В самом центре столицы расположился памятник национальному герою Бишкек-Батыру. На важном событии принял участие и глава государства Садыр Джапаров. В своем выступлении он отметил знаменательность данного мероприятия для города и его жителей. Остановился на исторических событиях, связанных с именем Бишкек-Батыра. Возведение памятника дополнило часть городского декора. Архитектурное убранство представлено высокими зданиями. В левой части статуи изображены в войны в тулгах и доспехах, символизирующие подвиги героев. Памятник выполнен из бронзы. Высота монумента составляет более трех метров. На сегодняшний день создание статуи имеет большое значение не только для горожан, но и для кыргызского народа. Каждый гражданин страны, каждый кыргызстанец должен знать историю столицы города Бишкек. Особенно это касается молодого поколения. Они могут подойти и изучить этот памятник, и здесь узнать дополнительную информацию. Создателями истории становятся исторические личности. Если рыться в истории, Бишкек Батыр делал все для развития своего народа. Он не жалел ни себя, ни своих воинов и всегда стоял на защите народа. Отметим, что в 2019 году со стороны государства был объявлен конкурс на изготовление памятника Бишкек Батыр. В нем приняли участие более 30 скульпторов. Среди них выделился труд отделясь Италиева, который имел возможность воздвигнуть памятник герою. Работы начались в июле прошлого года. На установку памятника было потрачено более 8 миллионов сомов, которые были профинансированы общественным объединением Бишкек Батыр и движением Солто, основанным его потомками. Историческая личность обосновала свои первые дома, первые поселения, первую кузнечную крепость. Вот именно между рекой Аламеддин-Аларча, вот где мы стоим, вот здесь Бишкек первые постройки сделал со своим населением. И поэтому мы на другой участок согласие свое не давали. Потому что нам предлагали участок, 5 раз предлагали, 10 раз предлагали, даже какие-то недопонимания были, трения были. Мы не соглашались, просили, нам предлагали, мы не соглашались. Ну вот такая эпопея прошла. Бишкек Кененулу, ныне Бишкек Батыр, историческая личность, жившая в 18 веке, возглавлял национально-освободительное движение против вражеских племен кыргызского народа. Я считаю, что наши предки нами довольны. Может, немногие заметили, на открытии памятника на небе кружили орлы. Так же было и на открытии памятника Манаса. Поэтому мы всегда должны знать свою родословную и уважать традиции и обычаи наших предков. Отметим, Бишкек Кененулу проделал большую работу по укреплению международных связей. Также историческая личность занимался садоводством, отвечался мастерством в ремеслах и обладел даже лучшими навыками торговли с соседними народами.